В Вентур-Отеле Синдика участники фестиваля сегодня дали пресс-конференцию республиканским СМИ. По признанию самих артистов, уровень выступления коллективов, а вместе с тем и самого фестиваля, за 16 лет значительно вырос. Время, конечно, диктует свои условия. Публика каждый раз ждет от артистов оригинальности. Стоит ли что-то менять, узнавала наш корреспондент Инна Богатырева. Мысль о том, что фестиваль нужен, стала лить мотивом всей встречи с представителями СМИ. Да и проверен он достаточно приличным испытательным сроком. За это время форум успел обрести свое неповторимое лицо. Уровень подготовки коллективов, его репертуара, его костюмов очень вырос за последнее время. Потому как раньше к этому относились немножечко попроще. Сейчас уже все понимают, что себя нужно позиционировать, себя нужно показывать, свой субъект нужно представлять, свою культуру нужно любить. И о ней говорить. Говорили о своей культуре артисты из соседних регионов все больше на языке пластики и хореографии. Да так, что дух захватывало. По признанию почетного гостя фестиваля, актера театра и кино Василия Ланового. Я подумал, господи, какой мощный запас талантов. Еще не всегда используем их, наверное, до конца. Несмотря на холод и штормовое предупреждение МЧС, атмосфера на концерте была теплой, продолжил один из организаторов форума, министр культуры КБ Руслан Фиров. Он отметил, что формат фестиваля устойчивый и оптимальный, именно такой, каким его хотели видеть и участники, и зрители. Менять его специально необходимости нет. Живой ритм дня нынешнего и энергичные люди сами создадут неповторимую магию фольклорно-эмоционального микса. Одну и ту же песу, Гамлет, допустим, невозможно поставить одинаково в 20-е годы, 80-е и сегодня. Поэтому и фестиваль будет, естественно, преображаться со временем. Говорили и о проблемах. Развитие культуры на юге России остро нуждается в финансовых вливаниях. Этот вопрос стал основным на совещании, которое, пользуясь моментом, провели руководители профильных министерств регионов. Итогом стало подписание обращения к правительству страны о необходимости проведения кардинальных реформ, в том числе законодательных. Инна Богатырева, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария.